В конце февраля началась война. На тот момент мы уже находились не в Украине, а в Польше, точнее даже в Словакии. И мы приехали туда за два месяца до войны. Именно войны и никакие подмены понятий вроде какой-то там операции, высокоточного оружия и так далее, неприменимы к тому, что происходит там. Именно война с уничтожением городов, поселений, с огромным количеством жертв, как военных, так и мирных граждан. И всем тем, кто сейчас, возможно, кинется в комментарии защищать русскую армию или как-то оправдывать, я хочу сказать, это абсолютно бессмысленная и преступная война, полностью построенная на лжи. Мы прожили в Украине полгода. В разных ее городах. Начали, кстати, со Львова. Мы встречали там сотни людей, проводили встречи, общались на улицах. Наши дети играли на детских площадках. Мы везде говорили на русском языке. За все время, за все полгода, пока мы были там, мы не встретили нигде никакой агрессии. Ни малейшего упрека за то, что я где-то говорю на русском языке. Это страна очень мирных, свободных, но очень сильных людей, которые хотели мирно жить и строить свою страну. Как вы знаете, таким городкам, как Гастомель или Буча, Ирпень, им досталось очень сильно. В тех местах мы жили. И я с ужасом наблюдал кадры, узнавал те улицы, по которым мы гуляли, ходили с детьми, гуляли с Гэндальфом. Я видел разбитые дома, раскореженную технику, гражданские машины и убитых гражданских людей, которые лежали там. Это очень страшное зрелище. Поэтому я хочу сказать всем тем, кто пытается как-то оправдать то, что происходит. Ничто, никакие события прошлого, никакие ошибки и даже преступления, возможно, других правительств или стран в прошлом, не могут оправдать того, что Россия вторглась в суверенное государство и ведет там полномасштабную захватническую войну. Так случилось, что у нас много друзей и знакомых с Украины, многим из которых пришлось бежать, бросать свои дома, квартиры, имущество и просто спасаться. И многое из того, что там происходит, мы знаем из первых уст. И мы надеемся, что рано или поздно эта толщенная завеса лжи, она исчезнет и многие увидят правду. Но хотелось бы, чтобы это произошло раньше, а жертв было меньше. И хочется пожелать украинцам выстоять, победить, потому что это война, в которой вы защищаете свой дом. И отстроить, отстроить все заново. Мы верим, что это произойдет.